В Беларуси обязательный масочный режим. Мера вынужденная. Она начала работать с выходных. Быть в антиковидном аксессуаре нужно практически везде, где ступает нога человека. В транспорте, магазинах, предприятиях, театрах и организациях. Причина – не первую неделю госпитализация превышает выписку. Заболеваемость растет по всей стране, особенно среди молодых людей от 20 до 29 лет. Отделения больниц перепрофилируют под ковидные. Правила ясны и обязательны для выполнения. В частности, маска должна закрывать подбородок и нос. Использовать можно одноразовые медицинские или многоразовые. Подойдут из ткани или марли. Контроль за эпидемиологами и милицией пока никого не штрафуют, а лишь напоминают. Однако в ближайшее время наказание за нарушение станет материальным. Досматривается административная ответственность согласно статье 17.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. И, возможно, привлечение к административной ответственности в виде штрафа до 30 базовых величин. Такие меры – способ задержать опасный вирус. Маски, перчатки, антисептики – этим уже никого не удивишь. Есть и те, кто игнорирует рекомендации. Но большинство положительно восприняли нововведения, пусть и строгие. Очень тяжелая волна, наверное, говорят, коронавируса. Поэтому, значит, надо следить все-таки и за своим здоровьем, за близких здоровьем, особенно за родителями. А как считаете, это поможет, необходимость? Необходимость, я считаю. А почему? Ну, во всяком случае, кто его знает, что в воздухе летает. Поэтому лучше защититься. Здесь законодательство нужно всегда соблюдать. Но здесь очень противоречивые лечения даже между самими врачами. Кто говорит, маски не помогают, кто говорит, нет. Но закон соблюдать нужно. Масочный режим – не единственный метод борьбы с опасным вирусом. Один из самых эффективных – по-прежнему вакцинация. В Бобруйске первый компонент получили почти 80 тысяч человек. Второй – 53 тысячи. Всего же в стране привились более полутора миллионов белорусов. Мир тоже не сдаёт позиции и усердно сражается с коронавирусом. К примеру, в Италии хотя бы один укол препарата от COVID-19 сделали около 75% населения. А на работу и вовсе не попасть без санитарного пропуска. За отказ штраф до 1000 евро.